Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу про очень интересную смарт-розетку BlitzWolf SHP2, которая имеет все шансы получить звание «Лучшая смарт-розетка для хом-ассистента». В первой части обзора я расскажу про возможности этой розетки из коробки, а вторая часть обзора будет посвящена вопросу интеграции с хом-ассистентом. В принципе, ничего сложного, но паяльник понадобится. Начну с основных параметров, которые, собственно говоря, и привлекли мое внимание к этой розетке. Диапазон рабочих напряжений от 110 до 240 Вольт. Максимальная нагрузка по току 16 Ампер. Максимальная мощность подключаемой нагрузки 3840 Вт. Интерфейс управления Wi-Fi 2,4 ГГц. Приложение управления из коробки Tuya Smart или Smart Life, которые интегрируются с Amazon Alexa, Google Ассистентом и EFTTT. Итак, давайте начнем с поставки. Поставляется розетка в простой коробочке с зеленой с белым. Магазин Banggood, с которого пришла посылка, ответственно отнесся к упаковке. Все пришло в целости и сохранности. Из опознавательных знаков название модели, логотип производителя и наклейка с краткими параметрами на одном из торцов коробки. Внутри коробки, кроме самой розетки, имеется еще небольшая инструкция на английском языке. Правда, признаться, я ее так и не открывал. Устройство выполнено в формате евророзетки тип F или шука с заземляющим контактом. На верхнем торце находится единственная кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором. Сделано все очень качественно, из специального негорючего пластика. Вилка толстая, для совсем старых розеток, возможно, придется немного расширять отверстие. Заземляющий контакт сквозной от основной розетки. Его наличие в сочетании с возможностью работы с токами до 16 Ампер, позволит использовать эту розетку с весьма мощными устройствами. В розетке держится жестко, не шатается, не выпадает, смотрится все довольно эстетично. Для управления из коробки предлагается приложение Smart Life или Tuya Smart. Они идентичны, но Tuya имеет интеграцию с Home Assistant. Для добавления нового устройства, нужно перейти в раздел розеток и запустить мастер подключения. С первого запуска розетка сама переходит в режим сопряжения, а если этого не произошло, нужно зажать кнопку на розетке на 5 секунд. После этого нужно ввести параметры подключения к Wi-Fi сети, дождаться завершения процесса подключения и выбрать локацию. Все это очень напоминает Mi Home. Очень подробно плагин описывать не буду, тут все стандартно. Управление включением и выключением, вручную, по таймеру, установка времени отключения. Устройство через аккаунт Tuya Smart синхронизируется с сервисами Amazon Alexa, Google Assistant и FTTT. Интересна вкладка электрика. На ней есть текущее значение напряжения в электросети, нагрузка, причем не только мощность в ваттах, но и значение тока в амперах, дневное значение потребления в киловатт-часах и значение по месяцам. Зайдя в меню интересующего месяца, можно увидеть значение израсходованной энергии по дням. Это интереснее всего затянуть в Home Assistant. Кто интересуется темой умного дома и системой управления Home Assistant, а также следит за моими обзорами, знает, что аккаунт Tuya Smart легко интегрируется с системой домашнего ассистента. Для этого нужно прописать параметры учетной записи Tuya Smart в файле Configuration YAML, и все устройства, которые были и будут добавлены в систему, автоматически подтянутся в Home Assistant. В данном случае не все так просто. Розетка действительно появляется в Home Assistant, но только как переключатель, и все. Самые интересные параметры, такие как мощность, напряжение, ток, в Home Assistant не передаются, поэтому нужно искать другие пути. Естественно, что на столь интересную прошивку энтузиасты обратили внимание задолго до меня. На данный момент эта розетка поддерживается такими прошивками, как TASMOTO или ESP-урны. Это отличные и очень даже применимые в быту прошивки, но лично мне они не подходят. И причина этому достаточно проста. Они управляются через MQTT-брокер. И проблема не в самом брокере, тем более, что я активно его использую, а в том, что для настройки устройства необходимо жестко прописать адрес сервера прямо в ее прошивке. А мне так категорически не подходит. Ведь у меня на сегодняшний день используются несколько, а точнее три функционально-зеркальных сервера Home Assistant, каждый из которых способен в одиночку управлять всем моим умным домом. Это обеспечивает и резервирование, и отказоустойчивость, и возможность проведения безболезненных тестов. Но такая конфигурация требует, чтобы каждое устройство в системе могло абсолютно равноправно и параллельно и одновременно управляться любым из этих трех серверов. Поэтому для моих целей подходит платформа ESP Home Lead. Про нее я рассказывал в одном из своих прошлых обзоров. Кто его не видел, смотрите ссылку на него в описании под этим видео. Для начала розетку нужно разобрать, и тут появляется первая сложность. Шурупы, скрепляющие корпус, имеют треугольную выемку для битой отвертки. Но комплектная бита из набора Midsia Vicha 24 в 1 прекрасно подошла для этой задачи. Набор в очередной раз меня выручил и доказал свою полезность. Итак, корпус вскрыт, и именно так выглядит внутренний мир героя нашего обзора. Как по мне, качество сборки на высоком уровне. Да и по своему опыту скажу, что бренд Blitzwolf действительно делает отличные гаджеты. Релия действительно на 16 А, рабочее напряжение до 250 В. Мозг устройства – это контроллер ESP8285, совмещенный с Wi-Fi модулем. На нем не написано, что это 8285, пришлось немного погуглить. Это необходимо для прошивки. Насколько я понимаю, данный микроконтроллер отвечает как раз за функцию энергомониторинга. В поисках распиновки я выяснил, что имеется как минимум две аппаратные ревизии этой розетки. Мне досталась вторая. Но, по крайней мере, не пришлось выяснять это экспериментально. Я немного упростил подключение, припаяв контакты питания и земли не к гребенке контроллера, а к подписанным выводам на плате. ТХ и РХ – это два центральных контакта. С этой стороны их шесть. Напоминаю, что подключать к программатору нужно следующим образом. Питание и землю – к одноименным контактам, а шину данных наоборот. ТХ контроллера на РХ программатора и аналогично с другой парой. Для перевода контроллера в режим перепрошивки нужно припаять перемычку. На обратной стороне модуля – вывод И00 на Граунд – землю. Итак, аппаратное приготовление завершены. На самом деле, сама пайка заняла 5 минут. Намного быстрее, чем поиск нужной информации. И теперь мы можем приступать к созданию прошивки. В дашборде ESP HomeLib, еще раз напоминаю, обзор об установке платформы по ссылке в описании. Создаем новый проект и его как-нибудь называем. Далее выбираем аппаратную платформу – Generic ESP8285 модуль. Указываем название Wi-Fi сети и пароль подключения к ней, а также вводим пароль для подключения к устройству. Завершающий шаг создания проекта. И теперь программатор с подключенной к нему розеткой подключаем в USB порт одноплатника. Я использую Raspberry Pi 3B. В дашборде слева вверху выбираем способ прошивки через программатор и нажимаем Upload. И теперь, как когда-то писали при установке Windows, откиньтесь на спинку кресла и подождите. Пока скачаются нужные библиотеки, скомпилируется бинарник, это все может занять минут 10. Сама прошивка заливается довольно быстро. После успешной прошивки я, на всякий случай, контакты еще не отпаивал, только отключил программатор и убрал перемычку. После этого включил все. Примерно через минуту проект показал статус в онлайне. Теперь можем приступить к созданию конфига. Благодаря тому, что эта розетка уже была исследована ранее, не оставила особенного труда найти ее распиновку, необходимую для его создания. Я использовал это описание. Для создания сенсоров энергомониторинга я использовал пример с сайта проекта ESP HomeLib. В первом приближении у меня получился вот такой конфиг-файл. Пароли на самом деле в открытом виде, я их заменил на звездочки. К параметрам сети я прописал ручное получение IP-адреса, включил веб-сервер, добавил выключатель реле на выводе GPO14 и, по примеру, выводы для сенсора HLV8012. Следующая прошивка уже была по воздуху. После нее я отпаял контакты и собрал розетку в корпус, так как начался этап калибровки. После этой прошивки по адресу розетки стал доступен веб-сервер с кнопкой управления реле и сенсорами напряжения тока и мощности, которые без калибровки выдавали совершенно безумное значение. Как вам напряжение в сети на 564 вольта? Для калибровки я использовал бытовой ваттметр, который в тот момент показывал примерно 228 вольт. У нас в сети действительно напряжение выше нормы, это почти всегда. Абсолютной точности я вряд ли достигну, но для мониторинга будет достаточно и такой. Розетка и ваттметр были подключены в одну и ту же розетку, использовались одни и те же нагрузки. Согласно инструкции на сайте проекта, для калибровки используются два атрибута – Voltage Divider и Current Resistor. Они имеют значение по умолчанию, которое нужно менять при калибровке. Несложно подсчитать, что если при 564 вольтах параметр атрибута равен 2351, то для корректного значения его следует уменьшить более чем вдвое. За несколько попыток опытным путем мне удалось максимально близко привести значение квадметру. В моем случае Voltage Divider равен 945. Второй вопрос. Завышенная примерно вдвое мощность. Следуя аналогичному принципу, но уже при помощи атрибута Current Resistor и значение по умолчанию в одну тысячную, подбирается нужное значение. Это может занять некоторое время, так как после каждого изменения необходимо снова перепрошивать устройство, правда уже по воздуху. Более точно можно подогнать на мощные нагрузки, например электрочайники. Почти одинаковые на малой нагрузке параметры на большой показывают очень приличную разницу, примерно в 10%. В результате еще нескольких изменений я остановился на значении 218-100 тысячных, которые дали почти одинаковый с ватметром показатель. Вот такой получился финальный вариант конфигурационного файла, на котором я и остановился на данный момент. А что касается сенсора силы тока, то я его не трогал, хотя он показывает некорректное значение. Если вдруг мне понадобится это значение, я просто сделаю виртуальный сенсор, который будет делить текущее значение мощности на текущее значение напряжения в сети. Так будет проще, чем перепрошивать бесконечную эту розетку. Home Assistant полностью совместим с ESP Home Lift и автоматически обнаруживает новое устройство, которое будет доступно в меню настройки интеграции. Кликнув на новое устройство, можно, хотя и не обязательно, прописать его IP-адрес, а можно оставить и имя. Главное прописать пароль, заданный при создании бинарника. После этого будут доступны все датчики и переключатели. Используя готовый датчик мощности, я создал карточку энергомониторинга по принципу, описанному в видео «Энергомониторинг Home Assistant» и решил использовать его для анализа потребления энергии стиральной машины. Если не считать нюансов, связанных с перепрошивкой и калибровкой устройства, то это действительно очень интересный вариант для умного дома, который может использоваться не только для управления нагрузками, но и для снятия показаний. Тем более, что кроме мощности, дата-розетка может служить индикатором напряжения в сети. А реле на 16 А позволит его использовать даже с весьма мощными устройствами. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.